17 января Юлия пишет психологический запор страхи или манипуляции называется письмо добрый день здравствуйте Юлия у ребенка психологический запор 3,9 мальчик а это писать видимо писать входит без проблем какать на унитаз или горшок видимо говорит боится какать обычно уходит прятаться или просто просит уйдите наверное из комнаты или просит с ним не разговаривать когда он в процессе достали уже родители может ходить обкаканный и не хочет мыться плохо 3,9 4 года почти в саду и дом ситуация одинаковая на унитаз или горшок ни разу не как он знает все правильные ответы что и как надо делать но до дела не доходит еще есть фишка если надо что-то сделать одеться раздеться убрать игрушки куда-то пойти или еще что-то говорит я боюсь иногда непонятно боится он или просто манипулирует потому что не хочет что-то делать во все время тянет в рот пальцы игрушки и так далее иногда теребит писюн что-то прям невроз совсем тяжкий 10 месяцев назад прошли гастроэнтеролога невролога офтальмолог аллерголога и все в порядке единственно невролог прописал лечение ребенок иногда ходит на цыпочках так цыпочки значит в туалет на горшок не ходит раз будет ходить грязным значит нет брезгливости 2 гениталий теребит 3 страхи имеются 4 тянет пальцы в рот 5 значит неврона цыпочках 6 пролечили все прошло ребенок хорошо разговаривает учить стихи считает строит предложение знает много слов на английском языке ходит в частный детский сад с года и 8 очень прошу помочь как мне узнать ваш ответ если возможность онлайн консультации есть возможность онлайн консультации пишите свой номер телефоны и спишемся по цапе телеграме так ну тут это тут клубок целый и тут нужно разбираться тут несколько проблем больше пяти явно они все исходят с какой-то 1 вот мне мало информации в анамнеза точнее мне мало анамнеза чтобы понять что здесь происходит тут могут быть и как и неврологические проблемы что-то вот произошло в ротах не то что нужно да и за этим хвост тянется либо это неправильно детские родительские отношения давайте остановимся вот на горшке психологический запор у нас также есть плейлист под названием горшок где все вопросы по психологическому запору я складывал туда в этот плейлист и в этих видео я говорила что психологический запор бывает бывает тогда когда детей достали с горшком а ты хочешь писать а ты хочешь а как а иди пока к и а то или другое но очень когда к ребенку пристают в момент становления вот это вот этого вот навыка пристают с горшком ежесекундно в общем достают вот так что ребенок уходит в себя уходит за занавеску за диван и делать там свои дела это по одной причине бывает так что в момент приучения как не в туалет произошло что-то неприятное свалился с горшка или с унитаза прищемил там руку или попу полилась там какая холодная ли или горячая супер вода и это испугало и и бывает поэтому по этой причине ребенок не хочет один горшок очень неважно какая причина либо детско-радительские отношения там какие-то скандалы разводы пьянки рукой когда ребенок находится тяжелой семейной обстановке не будем об этом говорить тогда нужно просто от ребенка отстать как правило с психологическим запором работают одинаково не важно какая причина на месяц от ребенка отстают дошел до горшка хорошо похвалили не дошел до горшка сделал все в штаны тихонечко ничего не говоря не сколько можно до 5 ты обосрался да все уже никакой до 5 жопа грязно не важно что вы там говорит ничего нельзя говорить нужно молча помыть просто одну фразу сказать что ну в этот раз не получилось получится в следующий раз и не приставать хочешь какать а когда пойдем какать а когда а ты вот сейчас выходишь на улицу сейчас друг а по что вообще ничего то есть полная 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 как сказать полная тишина касаемо этого вопроса и просто вот чуть-чуть помогать ведь что за ерунда сейчас как эти вроде будет предложите ненавязчивый горшок ребенок вам сказал нет я пойду за диван хорошо иди за диван главное нервной системе нужно понять что от нее отстали тогда она успокоится и тогда вот этот естественный процесс превратится в простой мы мешаем родители когда лезем своим советам на вручение мы мешаем этому естественному процессу ребенок закрывается как ракушка и уходит за диван но здесь такой большой клубок очень тут нужно разбираться почему у ребенка столько проблем это один из как психологический запор да как вот скалом с горшком с унитазом тут поступать с другим совсем этим пальцы в рот трогать гениталии и всякое прочее нужно разбираться до пишите свой телефон и будем разбираться либо идите к психологу в вашем районе и вот то что я сейчас перечислил пальцы загнул 6 штук то туда отдаем и почему вот интересного офтальмолога были и у неврологов были а потому что за нам зародился в 30 недель недоношенный вот и за на нас зародился 30 недель на учете до года у офтальмолога и невролога все детки которые недоношенные им нужно время чтобы скомпенсироваться до нормы до нормы скомпенсироваться и дозреть им помогает спокойная домашняя обстановка отсутствие каких-либо заболеваний отсутствие естественно привилок и полный набор витаминов и микроэлементов в этом во всем должен был помогать невролог анализы обследования и вот дозревать на груди у мамочки в тишине дозревать до полной нормы тогда вот этих всех проблем бы не было ну ладно в общем по запору я сказала по поводу страхов вот это тоже очень большая такая тема нужно разговаривать конкретно и если вы опять же у нас в плейлисте наверное воспитания по-моему плейлиста страхи такого у нас нет плейлисте воспитания вы наберете страхи то там я тоже рассказывал как с ними бороться вот как их лечить скажем так 18 января юлия психологический запор страхи или манипуляция ребенку 3 9 ответила юлия если что пишите свой телефон и будем общаться